Здравствуйте! В эфире программа «Общественное мнение». Время для открытого диалога по актуальным темам, одной из которых уже долгое время остается ситуация на Дальнем Востоке. От сильнейшего наводнения там пострадали жители нескольких регионов, это десятки тысяч человек. Сейчас вода потихоньку отступает, но впереди зима, нужно восстанавливать жилье, как Самарская область может помочь. Об этом сегодня и говорим. У нас в студии Павел Покровский, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, и Светлана Полдамасова, член Общественной палаты. Павел Александрович, первый вопрос к вам. Вся страна помогает Дальнему Востоку. Когда и как Самарская область включилась в эту работу? Так получилось, что среди, в частности, Общественных палат Российской Федерации наша палата была первым, она была застрельщиком. После нас уже к этому процессу подключились Общественные палаты Кемеровской области, то есть уже пошли вот те люди, которые расположены территориально рядом с теми областями, которые действительно попали под этот удар стихии. И зачастую вот сейчас мы обращаем внимание, что к нам идут запросы с тем, каким образом мы отправляем действительно на тот конец страны. Такие объемы, которые собирают с помощью населения Самарской области, отправляем так далеко. И люди, которые эти акции сейчас только начинают, потому что вот несмотря на то, что вода действительно пошла на спад, все равно ситуация остается крайне напряженной. И вот в принципе мы были одними из первых, и у нас первые пошли платежи и первые вещи понесли граждане Самарской области 3 сентября. Это был вторник, да. А на самом деле там ситуация какая? Вы как-то связываетесь с своими коллегами из региона Станула? Да, мы только сегодня связывались с Хабаровском. Коллеги из Хабаровска нам рассказали о ситуации, которая на сегодняшний день там в городе. Ну, в Хабаровске 700 человек находятся в пунктах временного пребывания. Это те люди, у которых вообще никакого жилья не осталось. Вот такая трагедия. И работает там 5 пунктов, в которых 5 складов имущественного распределения вот тех товаров, тех вот предметов, которые им привозят. Большое, значит, значение в настоящее время для жителей этого вот затопленных регионов имеют теплые вещи. Не хватает даже вот элементарно шапок, шарфов нет, нет варежек, нет перчаток. А сегодня там уже очень холодно. Ну, давайте сразу уточним, это вещи какие должны быть? Новые? Вещи абсолютно новые, с этикетками. И об этом мы просили вот наши коллеги из Хабаровска, потому что вот как-то им не так давно привезли целую там фуру вещей бывших в употреблении. Они просто не знают, куда их деть, потому что передавать их невозможно. Это требование санитарно-гигиенических норм исполнения. Вот. Необходимо в потопленных домах, вот те, которые сейчас освобождаются, народ сталкивается с новыми проблемами. Это не только те люди, которые вот находились в пунктах временного пребывания и вернулись в свои дома, но это те люди, которые будут переселяться в общежитие. У них нет ни холодильников, у них нет ни элементарных электрических плит, у них нет, ну, может быть, микроволновки. Короче, им необходима бытовая техника. Но бытовая техника, естественно, тоже нужна новая. В упаковках, чтобы мы не пересылали какие-то вот вещи, которыми сами не можем пользоваться. Так может, проще деньгами как-то помочь людям? Павел Александрович, есть какой-то расчетный счет? Ну, есть расчетный счет, и он приведен на сайте общественной палаты, и, в принципе, его можно узнать по телефонам, так сказать, дежурным телефонам. Ну, их вот Светлана Ивановна может этот телефон назвать. Какой телефон? То есть есть телефон горячей линии в Самарской области? Есть телефон горячей линии 242-22-80. На все вопросы там люди могут получить ответы. Уже есть первые перечисления? Первые перечисления пошли, действительно, и мне бы хотелось с огромной благодарностью обратиться вообще ко всем гражданам Самарской области, которые принимают участие. Платеж номер один, который пришел именно вот по этой статье, это был платеж сделан палатой адвокатов Бородиным Алексеем Викторовичем. Там была переведена большая сумма. Также мне хочется обратить внимание, что от группы компаний ВИД вот недалеко, как в начале недели, поступило 50 тысяч рублей. Это тоже очень большие деньги. Граждане несут, пусть небольшие деньги, но они складываются уже в достаточно серьезные. И общественная палата, вот и председатель Софер Виктор Александрович, мы тоже делаем взносы, потому что мы понимаем, насколько все серьезно. Но здесь мне бы хотелось сказать о том, что все-таки и Светлана Ивановна это отметила, и наши коллеги вот из Хабаровского края. Но мы говорим в первую очередь про Хабаровский край, потому что мы понимаем, что несмотря на то, что это при Амуре все страдает, мы все-таки обращаем внимание вот на наших коллег из Хабаровска. У нас с ними и коммуникация налажена. Ну, у нас так сложилось, что именно с Хабаровским краем у нас добрые взаимоотношения между региональными общественными палатами. И мы все-таки, как застрельщики этой акции, действуем, исходя из своей все-таки общественно-палатовской, так сказать, извиняюсь за такие слова, принадлежности. То есть мы все-таки действуем в рамках именно того сообщества, в котором мы находимся. что все-таки на самом деле там на сегодняшний момент очень серьезно пострадала еще логистическая и дорожная система. И поэтому зачастую, несмотря на то, что там, казалось бы, рядом находится Китай, в котором эти вещи, вот и микроволновки, и все тоже можно приобрести, сейчас это совершенно не факт, что оттуда это доставить легко. И поэтому с европейской части страны, конечно, сейчас и нужно в первую очередь отправлять вот все, что только возможно. Это бытовая техника. И также мне хотелось отметить, вот мы разговаривали с нашими коллегами из Преамурия, что, конечно, очень серьезно пострадали вот именно электрические коммуникации. И поэтому там вот этой зимой они не обойдутся без работы генераторов. Там нужны, очень нужны генераторы. То есть для того, чтобы не нагружать электрические сети, чтобы не получать какие-то возгорания, еще что-то. Ну, представляете, промоченные электрические сети, которые находятся в стенах деревянного дома. То есть очевидно, что там этот очаг возгорания очень легкий. И поэтому нужны генераторы. Генераторы тоже мы сейчас ведем над этим разговором, что постараемся тоже каким-то образом инициировать наших представителей бизнеса, чтобы они тоже обратили внимание и по возможности это туда передали. Но у нас много уже на сегодняшний момент, много собранных вещей, и среди прочего и теплых вещей. Конечно, мы все это очень старательно готовим. Уже первая партия как бы готова, полностью готова к отправке. То есть первая партия готова. А мне, расскажите, пожалуйста, интересен сам механизм. Ведь отправлять груз придется на другой, чуть ли не на другой конец земли. Одно дело, когда Самарская область помогала Крымску, тут, ну, можно сказать, относительно недалеко по сравнению с Дальним Востоком. Как будете доставлять? Это будет самолет или... Ну, очевидно, наверное, самолет. Мы будем отправлять через систему Министерства чрезвычайных ситуаций. И об этом достигнуты договоренности. Они, я так понимаю, что они будут это доставлять все-таки бортами, потому что это далеко. И требование МЧС заключено в следующем, что у нас все те вещи, которые мы собираем, они все укладываются в специальные коробки специализированного размера. И вес их не должен составлять свыше 10 килограмм. То есть это речь идет о ручной погрузке. То есть это не какие-то большие палеты, это такие вот ручные именно вещи, на которых специально прикреплены то, что в коробках находится, для того, чтобы люди, которые уже на местах находились именно в Преамуре, чтобы они с легкостью могли уже распределять. То есть здесь мы стараемся максимально выполнить ему удобство для того, чтобы они там распределяли без затруднений. То есть вы надеетесь там уже на своих коллег, что товар дойдет до адресата, груз дойдет до адресата, да? Там все очень хорошо, система выстроена сейчас, работает и администрация, работают социальные службы очень качественно. И вот к нам я хочу обратить внимание, что обращайтесь с таким вопросом, как оказать адресную помощь людям. То есть своим знакомым, возможно, да? Ну, просто. Люди не все верят, что дойдет помощь до адресата, до пострадавших. Я хочу сказать по этому поводу, что адресную помощь, значит, можно оказать, но как бы вот людей там разбивают, хотя это вот, может быть, не очень звучит хорошо, но по каким-то категориям может быть. Может быть, это будет многодетная семья, может быть, это будет семья инвалидов, может быть, это будут пожилые люди. Но мы можем договориться с коллегами из соцслужбы и оказать вот такую помощь адресную. Это также возможно. Да, и мне бы хотелось, Татьяна, отметить, что вот на том рабочем совещании, которое мы проводили в прошлый четверг, на котором мы уже первые, так сказать, итоги промежуточные подводили по проведению этой акции, по сбору вещей, была достигнута договоренность с нашими вот коллегами, которые нас координируют именно вот с Дальнего Востока, о том, что они так называемый лист ожидания от нас будут составлять. То есть что куда требуется от нас. И мы уже вот этот лист ожидания будем по возможности наполнять. И в частности нам были предоставлены первые заявки. Это были заявки на тепловентиляторы, на сушители для того, чтобы помещения, в которых либо детские учреждения, либо учебный процесс осуществляется, потому что очевидно, что это сейчас одна из таких приоритетных задач, все-таки, ну, молодые граждане. И общественным советом при главном управлении Министерства внутренних дел, казалось бы, силовая структура, то есть такой орган серьезный, они нам тут же привезли, вот первое требование было на 10 тепловентиляторов, было тут же поставлено 10 тепловентиляторов. То есть это очень дорогого стоит. Это уже упаковано, и сейчас, я так понимаю, что это, наверное, уже находится в пути. И вот этот лист, запрос, но он будет составляться. И то, что у нас граждане еще обращаются с очень такими добрыми, душевными предложениями, говорит о том, что все-таки Самарская область это действительно то место, где национальности так породнились, что мы друг друга поддерживаем. И вот Светлана Ивановна расскажет о своих случаях, а мне бы хотелось рассказать о том случае, который вот сейчас как бы находится в стадии решения. Это человек, который занимается предпринимательством из Рождественной, он передает тонну меда, представляете? Это огромное количество. И это настолько по-человечески добро, что понятно, что когда наступит зима в сырых, ну, в сырых помещениях, конечно, будут какие-то простудные заболевания, что мы с территории нашей Волги передаем как бы и наш волжский мед, который будет помогать и как-то предохраняться от простудных заболеваний. И таких случаев много, они действительно очень такие интересные, эмоционально выпуклые. Светлана Ивановна, есть какой-то случай, который вы запомнили? Ну, я хочу просто рассказать, что я сегодня разговаривала вот с заместителем главы города Хабаровска по социальным вопросам, Светлана Ивановна Шевченко. И она мне просила передать вот всем жителям города Самары благодарность, потому что они о нашей Самаре знают, знают о том, что помощь оказывается, собирается, и помощь доходит на самом деле. Но вот про мед, это действительно очень, она сказала, это очень хорошее дело, потому что, говорит, я сама лично варенье из дома приносила людям, и мы тут конфеты покупали, потому что там и дети маленькие, и уже пожилые старики, и всех, конечно, нужно обеспечить, всех нужно накормить, и не просто накормить, а все-таки накормить качественно. Поэтому вот там такая ситуация. А давайте уточним, куда можно приносить вещи. Работают пункты приема, да, видимо, это только в Самаре? Нет, по области всего работает 70 пунктов приема вещей. Их адреса можно найти на сайте Общественной палаты в Самарской области. Это вот пункт номер 4, это Фрунзу-110, это наш городской дворец пионеров, это Часовая-6, благотворительный фонд Радость там находится. Но все пункты с телефонами и с теми людьми, уполномоченными, к которым можно обратиться, все-таки я предлагаю ознакомиться на сайте ОП63.ру. То есть там вся информация приведена. Скажите, а есть ли еще какой-то способ помочь финансово перечислить деньги? Ну, есть очень легкий способ, который доступен в наше время, современный способ, это перечислить какую-то, любую сумму, это может быть 50 рублей, это может быть 150 рублей, на короткий номер 2420 со словом Радость и суммой платежей. Для любого оператора? Для любого мобильного оператора. Ну вот слово Радость в этой СМС, оно режет слух, но дело в том, что у нас просто этот короткий номер зарегистрирован вот таким образом, поэтому мы изменить не можем срочным порядком. Я знаю, что ряд регионов выступили с инициативой разместить на своей территории жителей пострадавших регионов. У нас такое возможно? У нас сейчас с Министерством социально-демографической политики прорабатывается этот вопрос и принимаются какие-то решения. Разосланы письма всем главам территории, которые изучают возможности, потому что нужно не просто разместить, поселить там, где-то дать жилье, где-то дать общежитие, нужно же еще людей трудоустроить, потому что люди просто так не поедут даже с тех территорий. Вот прорабатывается вопрос этот. Да, и мне бы хотелось еще обратиться к нашим зрителям замечательным, что действительно нужно очень серьезно сейчас попросить тех близких, знакомых, родных людей, которые проживают в этих территориях, все-таки по возможности принять решение о том, чтобы на зимний, осенний, зимний, весенний период, чтобы все-таки перебраться в Центральную Россию. И если вот у граждан Самарской области есть возможность действительно принять у себя и по возможности любым способом трудоустроить людей, чтобы они вот эти вот 6-8 месяцев пережили в нормальных человеческих условиях, нужно по возможности постараться этих людей, которые сейчас находятся на Дальнем Востоке, убедить. Это исходя из того, что нужно все-таки быть в полном смысле такими людьми и волжанами широкими. И с другой стороны, все-таки давайте мы с вами поймем, что та ситуация чрезвычайная, которая сейчас на Дальнем Востоке сложилась, она все-таки требует и достаточно серьезного продолжительного ее устранения. И если сейчас там будет находиться большое количество граждан, то совершенно очевидно, что мы дома в полной мере не просушим, то есть это будет отложенная проблема там с плесенью, еще с чем-то. А сейчас это нужно все делать и по возможности, чтобы люди там, ну, к сожалению, не мешали тем органам, которые будут именно вот эти вот последствия чрезвычайной ситуации устранять. Все наши близкие, родные, которые живут на Дальнем Востоке, давайте их категорически пригласим в Самарскую область и трудоустроим вот на своей территории просто как граждан. А то, что Самарская область и правительство Самарской области, конечно, постарается принять максимальное количество, это однозначно. У нас есть такие возможности. Спасибо вам большое за информацию. Я напомню, что все сведения можно узнать, подробные сведения можно узнать на сайте Общественной палаты Самарской области. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова